Всем добрый день! В ближайшее время мы с вами сделаем целый каскад масок, в основе которой будет куркума. Ну или в основе, или одним из гриндентов будет являться куркума. Куркума это одно из золотых растений в Айурведе, то есть входит в топ 100 золотых растений, которые используются из поклонников. И куркума, вот за что мы ее ценим, она является и природным антибиотиком, противовирусным, противогрибковым средством, не имеет противопоказаний абсолютно в плане вот даже лечения своих антибактериальных свойств. Плюс она мощный антиоксидант, великолепно омолаживает и в общем-то ей посвящены очень многие лекарства в Айурведе и маски и так далее и тому подобное. Более того, она настолько цена в качестве косметологии, что делается индийскими невестами непосредственно перед свадьбой. То есть есть у них такая вот маска. Поэтому мы с вами тоже будем использовать куркуму, сделаем несколько всевозможных рецептов. Ну а сегодня рецепт, который можно в принципе сказать, что это супер маска, просто бомба для лечения угревой сыпи. Потому что еще раз напомню, куркума при всем своем обширном многообразии эффектов, другого слова я не подберу, является природным антибиотиком. Поэтому очень хорошо лечит прыщи именно воспалительные элементы. Но самое интересное, что мы-то с вами делаем маски с учетом того, что у нас кожа зрелая, что у нас есть изменения на коже возрастного характера и нам еще нужно получить какой-то такой полезный, хороший омолаживающий эффект. Поэтому вот эта универсальная маска еще очень хорошо тонизирует кожу, высветляет, то есть борется с пигментацией потихонечку, постепенно. И эта же маска великолепно будет тонизировать нашу кожу, подходит сухой, чувствительной, тряблой кожи, кожи с куперозом. И мы ее сегодня, как раз таки, вот такую маску будем делать в качестве еще такой детокс процедуры и процедуры, ну такого, скажем, комплексного действия. Поэтому можно столько эпитетов, можно столько запятых поставить вот куркуме. Поэтому еще раз, вот вроде бы, да, для молодого возраста это супер маска от прыщей, а у нас для зрелого возраста эта маска будет идти как маска детокс, маска тонизирующая, маска омолаживающая и так далее и тому подобное. Мы будем использовать на самом деле три ингредиента. Во-первых, глина. По большому счету не имеет значения, какая у вас глина, но вот у меня голубая. Да, вот очень я люблю голубую глину в плане возраста своего. Поэтому глина, то есть берем просто даже, не говорю какого цвета, вот косметическая глина, вы можете любую. Вот куркума у меня начатая пачка, мы ее израсходуем. И я уже предварительно заварила зеленый чай. То есть по своей такой любимой традиции я зеленый чай использую очень часто в косметических целях. Во-первых, для тонизации кожи, для борьбы с куперозом, для высветления, то есть придания ровного тона. И ватные диски смоченные в остаток, то есть мы не весь зеленый чай используем, мы будем применять в качестве примочек на глаза. Кстати, летом вы можете сделать отвар или настой на петрушке. Вот в принципе тот же самый эффект можно использовать. Ну, в общем-то, итак, приступаем. Нам с вами нужно будет, ну, где-то у нас осталось уже где-то одна чайная ложечка глины, чуть больше. Опять-таки, напомню, мы будем наносить и на область шеи, поэтому возьмем еще глины. Добавим где-то, ну, около столовой ложки, столовая ложка с горкой. Еще раз напомню, мы будем наносить с вами и на лицо, ну, желательно, конечно, шею и декольте, ну, то есть шея само собой, не знаю, как получится, не получится, в роликах очень неудобно показывать зону декольте, наносить. Вот, и наносим чайную ложку, точнее, добавляем к двум чайным ложкам с горкой, грубо говоря, глины, вот остатки, не так уж много, а чайную ложку куркумы. То есть делаем вот такую вот смесь. Еще раз повторю, с куркумой у нас будет очень много рецептов, потому что я просто в восторге вообще от куркумы как растения. У меня есть ролики, спасибо, у меня есть друг, индийский монах Анан Сарасвати, он мне очень много рецептов подсказал, в том числе для лечения ОРВИ, ОРЗ. Поэтому куркума у меня всегда в доме, даже не сколько, как специя, сколько, как средство косметическое и средство для лечения всевозможных проблем. Так, сейчас я фильтр пакет уберу, и вот эту массу куркума с глиной мы разводим до состояния густой сметаны. А не используйте горячий чай для того, чтобы свести к минимуму активные ингредиенты, допустим, глины. Но я использую чай тепловатый и наношу эту смесь, пока она тепленькая. То есть мне очень нравится наносить не остывшую смесь, а когда она в теплом состоянии, кожа ее лучше воспринимает. Вот наша смесь и готова. Вот наша готова маска, так что мы можем смело идти и ее наносить. Ну вот, смотрите, наша масочка с глиной, с куркумой, разбавленная зеленым чаем, она уже готова. Она еще тепленькая, напомню. И мы ее будем наносить на лицо, ну желательно, конечно, шею и зону декольте. То есть мы сразу работаем по нескольким фронталам. Смотрите, я специально умывалась не непосредственно перед маской, а больше часа назад, поскольку сейчас жара, лето. И как раз такой-то пик попали мы по биоритмам кожи, что есть кожное сало, скажем так, вы его видите. Вот, заодно мы постараемся с вами сделать так, чтобы у нас кожа стала более матовой. Наносим нашу маску. То есть, смотрите, она у меня сегодня зеленоватого цвета, потому что две субстанции. Голубая глина прокрасилась, да, вот голубая глина и ярко-желтая специя куркума. Я наношу пальчиками, я не боюсь влезть в зону роста волос. Более того, вы видите, что у меня челка торчит, потому что я после этой маски все равно буду принимать душ. Если вам хочется все делать очень красиво, да, эстетично, пожалуйста, можете масочку надеть полностью, подобрать волосы. Ну, то есть, я дома, это дома. То есть, наносим вот таким вот образом, достаточно густеньким слоем. Область вокруг глаз мы не трогаем, но смотрите, что я советую. Вот эта зона скул, да, вот, вот, достаточно близкая к области нижнего века. Я эту маску сюда наношу, потому что она хорошо убирает проблемы в этой зоне в плане каких? Каких? Пигментация. То есть, вот, нам-то с вами задача не морщины, ой, простите, не прыщи полечить, да, как это было бы у молодого возраста, у молодой кожи. А наша задача все-таки убрать пигментацию, умолодить. Вот такая вот, кстати, очень универсальная маска для любого типа возраста и для любого типа кожи. Опять мы себе напоминаем Шрека, да, ну, ничего не поделаешь. Красота требует жертв, поэтому побудем в роли Шрека. Может, нас никто не заметит, не испугается. Может, все-таки дома, да. То есть, вот таким вот, смотрите, женщины любят делать вот маску так, в этих пределах лица. Но обязательно наносите на шею, обязательно. То есть, вот этого количества, то, что я вам показала, вполне достаточно для лица и для передней поверхности шеи. Если мы хотим с вами поддержать кожу, да, придать ей тонус, почистить ее, поддержать, то обязательно и шею. Потому что про шею мы часто забываем. Ну, а если хочется в области декольте, что было бы очень правильно, то, конечно, в два раза больше объем. И зона декольте бы у нас тоже была обработана. Вот мы нанесли нашу масочку. Наносим ее не более чем на 15 минут. Вот, а если она у нас сейчас будет подсыхать, и вам будет немножко дискомфортно, то вы можете, вот поскольку мы ватные диски смоченные, во твар чая приложим к векам, да, можно просто полежать. Точно так же вы можете ватные диски, еще раз повторюсь, вам будет дискомфортно, да, вот где-то в местах вы чувствуете, что маска подсыхает и кожу тянет. Точно так же там можете приложить эти ватные диски или опрыскать водой, можно минеральной водичкой. Ну, в принципе, маска вот чаще всего сильно подсыхает, когда у вас либо очень тонкая сухая кожа, либо температура окружающей среды значительно выше. А так она очень комфортна. И иду я прилягу, мы с вами встретимся уже по стечении 15 минут. Ну вот, прошло 15 минут, как видите, маска начала подсыхать только местами, что называется, и временами. А этого вполне достаточно, будем смывать. Кстати, я вам еще не сказала одну существенную вещь. Дело в том, что куркума, она прокрашивает, прокрашивает одежду, прокрашивает вещи, прокрашивает и нашу кожу. К этому нужно будет готовить. В том числе прокрашивает наши ногти. Я думаю, будет заметна разница в маникюре, да, я вот наносила, поэтому я не спешила как раз-таки обновить свой маникюр, потому что знала, что будем делать маски с куркумой. А вы, если вот, знаете, боитесь попадания куркумы вот таких вот небольших дефектов, да, то вы можете использовать специальную косметическую кисточку для нанесения маски или очень аккуратненько следить, обратной стороной, допустим, ложечки наносить. Но я все равно люблю все делать пальцами. Вот, поэтому иду смывать маску и покажу свое лицо после. Ну вот я масочку из мыла и очень, скажу, для кожи потрясающее состояние. Вот ее настолько приятно щупать, она такая нежная, бархатистая. И самое интересное, что она не стянута, так как это бывает после масок с глиной. Она достаточно увлажненная, она вот розовенькая, то есть усилился кровоток, ну то есть очень комфортно. Ну и, конечно, все равно есть смысл протереть лицетоником и нанести свой крем. Он будет действовать в разы лучше. Никакого прокрашивания именно кожи в желтый цвет не произошло. Разве что очень светлокожие барышни, у них может измениться оттенок кожи на несколько дней, дни в сторону либо легкого бронзата, либо в сторону там слоновой кости. То есть ничего такого сверхъестественного не происходит, кроме как улучшения состояния кожи. Потому что действительно куркума это мощное средство и в плане омоложения, и в плане решения очень многих проблем. Поэтому я сейчас просто-напросто протру лицетоником, нанесу свой крем. И вот такое у меня как бы два в одном уход, то есть и детокс, и омоложение. Все произошло, все очень удачно. Так что берите на вооружение такие маски простые. Но, а если вы их делаете на регулярной основе, они очень эффективны. На самом деле очень и очень эффективны.